Друзья, с вами шеф-повар Олег Ольхов. Вы видите, какая стоит чудесная погода. Снег, дождь, холодно. Это не мешает нам готовить в аго-тандыре. И руки я могу от него греть в процессе приготовления. Сегодня я приготовлю для вас рисовую кашу с тыквой и с изюмом, томленную в остывающем тандыре, как в русской печи. Следите за вот этими руками. Для приготовления каши нам понадобится вареный рис, тыква, сливки или молоко, мед или сахар, изюм и сливочное масло. А томить мы будем вот в этом горшочке, в остывающем тандыре. Итак, друзья, будем готовить кашу. Сейчас я пока поставлю горшочек вот сюда. Пусть прогревается. Температура сейчас 200 градусов. Но пока мы будем готовить, я думаю, что она еще чуть-чуть подостынет. Мы наливаем сливки. Кладем изрядный кусок сливочного масла. Закладываем рис. Он вареный. Вы спросите, а почему ты кладешь вареный рис? Ну, для того, чтобы ускорить процесс томления. Потому что если положить сырой рис, то до готовности каши понадобится не менее трех часов. Я уже пробовал. А с вареным рисом понадобится всего один час, чтобы все там растонилось и приготовилось. Все-таки мы люди современные, и этот темп жизни, когда можно сэкономить два часа в приготовлении, нам важен. Но если вы хотите готовить как наши предки, тогда, пожалуйста, готовьте без электричества и кладите сырой рис. И ждите три часа. Теперь мы либо кладем сахар, либо мед. Промытый изюм. Сколько любите изюму, столько и кладите. Сейчас я тыкву нарежу кубиком. Так же можно использовать для каши курагу, чернослив и даже орешки. Как кедровые, так и грецкие. Помещаем. Волшебный горшочек. Сверху для сладкоежек еще сахара. Это мог быть мед. И корица. Вы можете добавить в корицу. А также, например, мускатный орех. Или кардамон. Или что вы любите. Ваниль. Кладите стручок ванили. Теперь мы ставим решетку гриль. Тандер. А этот горшочек чудесный помещается у нас только на верхнюю часть. Накрываем верхнюю крышку. Самую верхнюю крышку. И смотрим, какая сейчас температура. Температура уже упала до 180 градусов. То есть, то, что в русской печи называется вольный дух. Оставим на час. Через час проверим, что же там произошло. Так, друзья. Прошел час. Вы видите, что уже совсем стемнело. Проверяем кашу. Так. Открываем. Так. Ну, еще не совсем тот результат, который я хотел достичь. Еще сыровата даже тыква. Поэтому мы оставляем томиться кашу и репу дальше. И я предлагаю сделать это на ночь. То есть, сейчас мы оставим все это томиться до полного остывания тандыра. Я думаю, что еще один-два часа у нас есть. Так и сделаем. Итак, друзья. Вчера мы оставили томиться на ночь в тандыре. Рисовую кашу с тыквой. И пареную репу. Я думаю, что они готовы. Давайте в этом убедимся. Так. Ну, естественно, тандыр уже полностью остыл. Но нам нужно понять, готовы блюда или нет. Так. Это каша. Да, она готова. Посмотрите. Она приняла тыквенный цвет. Осталось ее только разогреть. И это можно, кстати, также сделать на тандыре. Все готово. И тыква, и каша. Зерна риса раскрылись. Осталось только пожелать вам приятного аппетита, друзья. С вами был шеф-повар Олег Ольхов. Готовьте в эко-тандыре вместе со мной. Приятного вам аппетита. И ангелы вам за трапезой. Спасибо за субтитры Алексею Дубков. Субтитры Алексею Дубков. Продолжение следует...